На футбольном поле единственный российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в составе команды пилотов появился в капитанской повязке. Компанию ему составили Серхио Перес, Маркус Эриксон, Кевин Магнусен и экс-пилот Формулы Виталий Петров. В команде соперников не менее звездные игроки. Фигурист Илья Вербух, актер сериала «Интерны», Илья Глинников, участник фабрики звезд Пьер Нарцисс. Все они, кстати, уже опытные футболисты, чего не скажешь о пилотах Формулы. В любом случае, основная деятельность после договорки и также футбол, в основном, опасные спорты, так что приходится сделать на себя. Посмотреть на любимых актеров, певцов и, конечно, гонщиков. Формулы на стадионе собрались тысячи болельщиков. Вход на матч был свободным. А все собранные в ходе игры средства решено направить на операции детям. Часть сертификатов на лечение от лица фонда вручили сразу перед матчем. Футбольные матчи благотворительного фонда под флагом добра в разных городах страны проводятся уже почти 10 лет. В Сочи акция проходит в третий раз. И благодаря помощи фонда, необходимые на лечение деньги, это 7 миллионов рублей, уже получили 22 тяжело больных ребенка. Певец Влад Топалов таких благотворительных матчей сыграл уже почти 70. Причин для таких спортивных гастролей сразу несколько. Футбол, хорошие люди, помощь детям, благотворительность, музыка. Просто ощущение, что ты делаешь что-то хорошее, конечно, присутствует. Кстати, такие матчи – традиция для многих городов, которые принимают этапы Формулы. В ближайшие 6 лет Формула-1 будет проходить в городе Сочи. Конечно, это первый старт наш, и как Формуле, и как проведение именно футбола с пилотами Формулы-1. Мы его будем проводить ежегодно, и с каждым годом уверен, что будут только лучшие результаты, и наращивать будем свой опыт в этом. Сам футбол получился интересным, и это несмотря на то, что соперники пилотов еще перед матчем пообещали играть аккуратно. Все-таки гонщикам уже завтра на трассу. Сами же пилоты не скупились на точные удары. Данил Квят и Виталий Петров на свой счет записали по два гола. Но и этого для победы не хватило. 6-5 в пользу команды звезд шоу-бизнеса. Но главные победы отметили участники матча еще впереди. Важно, чтобы собранные средства помогли детям победить болезнь. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.